Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии во вторник, 2 октября. Меня зовут, наконец, Александр, и сегодняшнюю торговую сессию в отсутствии нашего главного аналитика с вами приведу я. Что ж, давайте рассмотрим ключевые события на сегодня. В первую очередь, это данные, которые мы будем ждать из США и Европы. Это индексы активности в производственном секторе. В США мы ожидаем, что данные будут положительные. В Европе, скорее всего, сильных изменений не будет. Из других событий, которые будут максимально важны на этой неделе, это в первую очередь, давайте рассмотрим завтра, во вторник, это решение Резервного банка Австралии по повышению процентной ставки. Текущая процентная ставка находится на уровне 4,1%. Судя по предыдущим заявлениям представителей банка, есть вероятность того, что ставку оставят на прежнем уровне, то есть какой-либо волатильности, рост австралийского доллара. На этом фоне мы не ждем. Наоборот, есть потенциал к дальнейшему снижению. В среду у нас традиционный отчет о запасе сырой нефти. Ну и также один из главных отчетов – это неделя этого месяца. В пятницу мы ожидаем выхода статистики по безработице Non-Farm Pellers. Если мы сейчас с вами посмотрим графики, то в первую очередь давайте посмотрим индекс доллара, который сейчас котируется на отметке 106. И важно посмотреть, какая динамика была в пятницу. В пятницу на рынке была коррекция, но эта коррекция под закрытие рынка была натыграна. И напомню, что индекс доллара уже 11 недель подряд находится в восходящем тренде. Мы ожидаем, что текущая неделя также закроется восходящей свечой. Из других интересных инструментов давайте рассмотрим на золото. Текущая котировка – 1842 доллара за унцию. Ожидаем, что золото будет также продолжать снижаться. Новые цели по золоту – это 1810 долларов за унцию. Евро-доллар на текущий момент времени находится на отметке 1,0560. Учитывая, что мы ожидаем дальнейший рост индекса доллара, по евро-доллару есть ожидание, что цена закрепится ниже отметки 1,05. Из других ключевых инструментов давайте рассмотрим также валютную пару фунт-доллар, которая сейчас котируется на отметке 1,2180. Наши цели остаются прежними. Мы ожидаем, что фунт в скором времени дойдет до отметки 1,20. И под завершение хотелось бы также обратить внимание на биткоин. Дело в том, что биткоин впервые за много лет, более чем за 7 лет, закрыл сентябрь в плюсе. Такая плюсовая динамика, безусловно, говорит о том, что у биткоина появляются все шансы на то, чтобы вернуться в восходящий тренд. Текущая цена 28 тысяч. Будем ждать, что биткоин вновь скоро приблизится к отметке 30 тысяч долларов. Это были все актуальные новости на сегодняшний день. Вам желаю успешной торговли и всего наилучшего.